На Соборной площади установили новые секции подземных мусорных хранилищ. На данный момент мы видим 6 баков, 5 из которых предназначены для органических отходов, остатков еды и средств гигиены. И один бак, он обозначен желтым цветом для пластика и стекла. Все работает максимально просто. У меня в руках пластиковая бутылка. Мы подходим к нужному нам баку для пластика и стекла, нажимаем на педаль, открывается крышка и мы выбрасываем отходы. Сортируете ли вы мусор? Как считаете, нужно ли это делать и почему? Ну да, сортирую мусор. Всякзачу стараюсь большинство. И нужно, чтобы не засорять, потому что везде и так пойдешь на природу, везде все валяется, этот мусор. Не отдохнуть нормально, ничего. Сортируете ли вы мусор? Своему большому стыду каждый раз собираюсь и нет. Дочка уехала в Германию, приехала, рассказала эту программу, училась там жить заново. И теперь мы тоже пытаемся, но не всегда получается. Заметили, что на Соборной площади установили специальные подземные хранилища для сортировки мусора? Вы знаете, еще не увидела, но сейчас пойду посмотрю. Сортируете ли вы мусор? Нет, сейчас. А задумывались над этим, стоит или нет? Стоит. Все-таки отдельно, да, собирать пластиковую бутылку, стекло, отдельно бумагу, отдельно... Да, да, это очень хорошая идея. Вот за границей почему-то они так делают, и у них все прекрасно. Сортируете ли мусор? Сортируем. А нужно это делать? Конечно. Как относитесь к установке таких баков? Очень положительно, это очень необходимо для того, чтобы в дальнейшем, то есть переработка была намного проще. Готовы ли вы к правильной сортировке мусора? Конечно, готовы, только надо разобраться еще. Инструкции-то нет. Хотелось как-то уже действительно разобраться с этим мусором, потому что мы выбрасываем, куда оно идет, непонятно, мы только засоряем. Но здесь, если он пойдет в какую-то переработку или, допустим, качественно его переработает, это было правильно. Правильно. Как оказалось, не все одесситы готовы к сортировке мусора. В каждом контейнере для органики есть пластик и полиэтилен. Напомню, баки монтирует винницкое предприятие за почти 5 миллионов гривен. Кроме солнечных батарей, подрядчик обещает подключить мусорные хранилища к интернету. Подобный ноу-хау вскоре появится по всему городу, поэтому учимся сортировать мусор. Василий Базовлук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».